Успехи якутян всегда будут нас радовать, если они касаются достижений, приносящих пользу обществу, республике или стране. Вместе с тем, как правило, мы стараемся не замечать, что называется антиподвигов. Они, к сожалению, есть. Ежедневно в республике совершается по одному-два преступления против детей, большинство из них самыми близкими, мамами и папами. Дети сегодня становятся молчаливыми жертвами насилия в собственном доме. Так все же, кто должен, а кто защищает права детей? Материал Розалии Борисовой. В случаях, когда мама и папа из любящих и нежно превращаются в жестоких и бессердечных, немало. Став жертвами домашнего насилия, однажды дети в силу своего возраста не могут вырваться из череды побоев и издевательств. Необходимо отметить, что большинство преступлений в отношении детей совершаются их родителями или иными законными представителями. Ими совершено 280 преступлений в текущем году. В феврале этого года в Нюрбинском районе семья в состоянии алкогольного опьянения нанесла телесные повреждения двум старшим детям. В июне уже в Горном также пьяный родитель набросился на младших детей 11 и 6 лет. В июле в Якутске также один из родителей, чтобы не слышать плач 6-месячного ребенка, накрыл его подушкой. В результате чего младенец умер. И это лишь малая часть длинного списка преступлений против детей. Например, в Мегино-Кангаласском районе был случай. В 2016 году поступила информация о том, что 10-летняя девочка беременна. В ходе проверки было установлено, что отчим, данный несовершеннолетний, на протяжении 4 лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее. В результате халатности матерей многие дети умирают в младенческом возрасте. Молодые матеря, которые кормящие груди, имеют привычку некоторые ложить с собой в постель детей. И при этом во сне что происходит? Конечно, во сне в результате находят ребенка в постели в результате удавления или удушения мертвым. Согласно статистике, за 10 месяцев этого года погибло 42 ребенка. Это смерть от внешних факторов, то есть в результате пожаров, ДТП, побоев и халатности родителей. И не всегда дети умирают в неблагополучных семьях. И случай в Татинском улусе, произошедший на прошлой неделе, тому подтверждение. Мать детей не состоит на учете ни в каких органах. Алкогольные напитки употребляют нерегулярно. Такой случай произошел из-за безответственности родителя. Такой же благополучной считалась многодетная семья в Усть-Алданском районе. Но однажды в присутствии родителей дома погибает в младенческом возрасте один из детей. Через несколько лет в этой же семье из-за недосмотра родителей еще один ребенок тонет. А еще через какое-то время появляется факт истязания над несовершеннолетней дочкой. Данная гражданка была именно на эту несовершеннолетнюю девочку лишена родительских прав. А в отношении троих детей ограничена в родительских правах. В настоящее время дети воспитываются у дедушки. Ограничены права и у отца детей. Такое решение суд выносит, если недостаточно оснований для лишения родительских прав. В течение шести месяцев дается время, чтобы доказать, что мама и папа могут исполнять должным образом свои обязанности. Родители ограничены, родительские права не имеют права ребенка забирать. Ну, видится это уже на усмотрение. Если с иском обратились, например, в воспитательное учреждение, в котором содержится ребенок, ну, в рамках вот этого воспитательного учреждения, ну и на усмотрение уже, будет ли это нарушать права ребенка, уже смотрит воспитательное учреждение. Ну, как оказалось, решения суда на деле не всегда выполняются. Таким образом, дети вновь и вновь подвергаются опасности в собственном доме, казалось бы, в окружении самых близких людей. Между тем, права и обязанности родителей сегодня четко прописаны в Семенном кодексе. Если родители не выполняют свои обязанности и применяют физическую силу, это может стать основанием не только для лишения родительских прав, но и для возбуждения уголовного дела. Уголовная ответственность предусмотрена в отношении родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, за злостное уклонение родителя от уплаты алиментов. От побоев и истязаний детей также защищает Уголовный кодекс ст. 111, 115 и 116. В зависимости от тяжести содеянного могут быть основанием для наложения штрафа или лишения свободы от 4 месяцев до 15 лет. И каждый родитель согласно закону должен как выполнять свои обязательства, так и отвечать за свои поступки. Газалия Борисова, Екатерина Амосова, Жанна Бурмистрова, Семен Афанасьев, Якутия. День за днем.